Ребята, всем доброе утро! Мы сегодня хотели вообще рано утром встать, но встали только что. Ну как только что, уже целый час прошёл. И мы собираемся ехать сегодня в Пухум к Фавиану-дедушке, его проведать. Уже давно не были там, и вот решили сегодня съездить и его проведать. Погода хорошая сегодня, и думаем, ну мы хотим перед обедом приехать туда, и хотим с ним немного погулять, пойти. И поэтому, да, хотели встать, как говорю, пораньше, но что-то не могли проснуться. Да, Фавиан пошёл машину заправлять, и мы уже будем выезжать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и сейчас вам покажу, что я с собой привезла. Я набрала вот таких вот два картона, таких два больших, и вот таких вот три маленьких, нет, четыре даже маленьких. Здесь в основном такая посуда, как какие-то пиялочки. Много что я взяла для переделок, такое тоже хочу сделать из этого всего. И там ещё такое вот что-то интересное, но я не знаю, буду я его использовать или нет, или это просто будет какой-то декор. Но сейчас распакую, вам покажу. Это всё хорошее качество, порцелан с какими-то марковыми, и тоже хрусталь марковый. Ну посмотрим, сейчас вам распакую и покажу. Ну, конечно, это не такое, какое ты сейчас можешь в магазине купить. Это уже такое немного староватое, но мне оно тоже очень всё приглянулось. Я думаю, начнём с вот этой вот коробки. Это всё, конечно, нужно мыть, оно стояло тоже в подвале и в шкафах. Уже несколько лет мы не пользовались. Смотрите, какая милейшая сахарница. Это фирма Hagemann. Такая вот милейшая сахарница. Мне просто, я не знаю, мне понравилось. Конечно, не каждый день, но когда вот, например, чайпитие какое-то делаешь, я думаю, будет здорово. Так, вот этого здесь у меня должно быть ещё, смотрите. Это тоже сахарница, это для молочка, смотрите. Ну, милотажить. Так, затем здесь ещё вот сам чайник. Тоже мне очень нравится. Прям красивый. Где же закрывашки, не знаю, куда их купить было. Сейчас вам распакую всё. А, это уже получается другой. Так сюда по тем не подходит. Ну, я думаю, будем так распаковывать, как оно есть. А затем мне достался вот этот вот порцелан. Каждый мог выбрать себе порцелан, который он хочет. Ну, сначала выбирали, конечно, сёстры и брат, что им хотелось. А потом уже получается второе поколение. И вот я захотела вот такие вот чашки для чая. Это чайный сервис. И в нём здесь получается на 12 персон. Что хорошо, что ничего не побилось. Ещё видите, всё золото, всё в хорошем состоянии. Этот порцелан от Фёстенберг. Германский, немецкий. Я думала, тоже будет классно пить, устраивать чай пить. Я тоже, например, тортики спёк, какие-то печенюшки. Вот так вот красиво посидеть, чай попить. Здесь получается вот таких вот 12 чашек. Сейчас всё распакую. Ну, вот так это выглядит. Вот такая вот чашечка. Затем здесь есть ещё под молочко. Мне вот, например, вот это не было. Зачем они вот этот рисунок сделали? Ну, да ладно. И такой же есть получается чайник. Тоже классно. Всё ещё сейчас где-то надо найти. Закрывашки тоже здесь были. И к этому всему ещё был также подсвечник. Тоже, думаю, будет классно поставить. Такой вот всю ретро у меня. Такой посуды у меня ещё нету. Вот такой вот ретро какой-то. Так. Отставлю. И будем уже дальше продвигаться. Ой, не побить бы. Не побить бы. Так, затем здесь у меня хрусталь. Сейчас распаку, покажу. Тоже разные всякие тут. Вот такой даже. Классно. Я тоже люблю хрусталь. Например, вот эта мне очень понравилась. Смотрите. Интересная штучка. Я её буду с удовольствием использовать. Например, когда осенний стол. Или тоже можно на Рождество, на Новый год. Такой хрустальный стол составить. И я думаю, вот это будет хорошо туда подходить. Такая мисочка. А затем вот такая ещё мисочка. А вот этот, кажется, комплект здесь. Две миски, если я не ошибаюсь. Вот, да. Вот такой комплект. Тоже красиво смотрится, например. Вот одна большая, одна маленькая мисочка. Как я говорю, это можно сейчас хорошо будет мыть всё. И вот эти вот мне миски тоже очень понравились. Две штучки. Так. Смотрите, тоже классно. Здесь можно какой-то салат подать, например. Салат под шубой, слева и справа поставить. Орешки. Всё можно подать. Я думаю, тоже на каждый день можно использовать. Классно. Ну и потом вот такая вот. Но, как говорю, вот это мне более что-то такое модное напоминает. Это можно, например, хорошо тоже использовать как конфетницу. Сюда поставить конфеты. Я думаю, будет хорошо смотреться. Это тоже, тоже классно. Такая вот конфетница. Так что теперь у меня будет много хрусталя. Но я потом ещё покажу Леню или маме. Может быть, они что-то захотят. Так. Затем дальше. Эта коробка пустая получается. Что у меня здесь? А здесь у меня... Я просто цветы там выкинула. Вот такой вот кувшин взяла. Я не знаю. Мне как-то понравился. Если я его даже зелёным цветом не оставлю, я его могу перекрасить в любой другой цвет. Но хотя зелёный мне вот тоже очень нравится. Его можно поставить просто так. Так же сюда можно какие-то цветы поставить. И можно его ещё поставить. У меня, например, где книги стоят, там ещё пространство есть. Можно, например, слева, справа книги, а посерёдке вот этот вот кувшин будет тоже здорово выглядит. Так что это такое всё тяжёлое. Затем, я не знаю, вот это никто не хотел брать. А я прям захотела. Смотрите, какие классные. Сейчас вообще всё такое модное. Вот такими-то шарами. Это подсвечники. Под большие свечи. Две больших свечи поставить. Я думаю, будет классно смотреться. Я думаю, почему их никто не хочет. Я взяла. Мне понравилось. Так, смотрим дальше. Затем здесь всякие... Вазочки. Например, вот эта ваза. Мне сильно понравилась. Такая что-то типа такого. Сейчас тоже в моде. Например, ваза прям реально классная. Что это за марка? Визель, цвизель. Ну, это тоже стекло такое, цвизель. Классно. Мне и цвет понравился, и всё понравилось. Так. Затем вот такая вот маленькая вазочка. Ну, здесь просто застрял шар. Может быть, я его как-то выдавлю. Ну, тоже такая, знаете, хрустальная вазочка на стол. Думаю, будет классно смотреться. Переходим уже к большой картонке. Смотрите, здесь что за... Вот такую вот вазу. Она сама мне не нравится, конечно. Такой я коричневый цвет не люблю. Я вот для себя поняла, что я коричневый цвет не очень люблю. Но вот эту вазу, я думаю, можно хорошо перекрасить. Да, вот это вот останется, лепесток. Но я думаю, к осени он хорошо подходит. Но так, я думаю, эту вазу можно хорошо переделать. Такая вот классная. А, Кёльн. Они его покупали в Кёльне в 2000 или в 2021 году. Видите? Так, затем, что здесь еще интересно? Да, здесь еще много чего большого интересного. А, взяла вот такую вот тарелку. Вот в этой тарелке есть вот этот вот кувшин, смотрите. Мне тоже понравился. И кувшин, и тарелка. Я смогу как-то тоже это все декорировать. Например, если все в таком вот бежевом цвете, можно добавить на стол вот таких вот ярких цветов. Я думаю, будет здорово смотреться, что это замарка. Не знаю, непонятно, что это замарка. Вот такой вот сервизик или такое что-то. Так. Затем мороженое тоже нормально, по-моему. Так, затем вот эта вот ваза мне очень понравилась. Я даже ее переделывать не хочу. Она какая-то интересная. Классно выглядит. Вот такая вот, видите? Она от Кайза. Так. Затем вот эту вазу тоже взяла, такую голубую или синюю. Синяя ваза у меня еще нет. Он у меня уже собирается. Такой вот синий. Синяя посуда собирается. Например, тематический греческий стол. Вот как раз вот такая ваза подойдет. Классно такая. Легенькая. Так. Затем взяла вот этот кувшин или даже этот кувшин взял Павян. Этот кувшин дарили Фабиан бабушки и дедушки на их свадьбу. И вот мы хотим его взять, чтобы так тоже долго с Фабианом прожили. Я его перекрашивать не буду. Оставлю такой, как он есть. Конечно, мы его помоем. Ну и посмотрим, куда поставим. Или поставим тоже какую-то витрину. Или он будет у нас просто на полу где-то стоять. Но это не будет зал. Это, наверное, будет наш кабинет или гостиная комната. Посмотрим. Так. Что здесь еще интересненького? Затем вот эта ваза мне тоже понравилась. Смотрите, какая милота. Какая милейшая ваза. Прям такая, как какой-то мешочек. Классная. Так. Затем вот такой вот кувшинчик. Вот этот кувшинчик я тоже буду перекрашивать. Как он выглядит. Мне он не нравится. Но если его переделать, то, я думаю, будет здорово выглядеть такой кувшинчик. Еще одна ваза. Такая вот. Простая, думаю, навсегда нужна. Такая вот. Просто ваза, стекло. Хорошую форму. Думаю, тоже возьму. Затем еще вот эту вазу взяла. Вот она мне тоже очень понравилась. И понравилась идея, что туда можно цепочку или бусинки положить. Но это тоже надо убрать, почистить, чтобы пыль убрать. Да. Тоже, думаю, будет хорошо на столе стоять. Такие вазы, такой формы, такой вазы у меня еще нету. Поэтому очень хорошо, что я ее взяла. Так. Что здесь? Вот еще. Вот, например, вот этот кувшинчик мне тоже очень понравился. Классно выглядит. Я думаю, здесь можно, например, и молоко подавать, какие-то напитки тоже на стол. Белый такой. Здорово выглядит. Так. Затем вот такой вот кувшин. Сам кувшин мне понравился, а цвет мне не понравился. Мне вот это, например, понравилось, красиво выглядит. Тут все хорошо выглядит, но цвет мне не понравился. Буду тоже переделывать. Затем здесь вот такое вот такое стекло. Я не знаю, оставлю я в себе или нет. Я просто взяла посмотреть. Естественно, у меня немного поцарапано. Вообще-то у меня таких много тарелок, но это тоже какое-то стекло. И вот такое вот прям весит много. Взяла, посмотрю, оставлю или нет. если даже не мог, ну так оставлю, могу даже для переделок использовать. Затем здесь разные свечи, вот например, оранжевые, черные, сиреневые, зеленые, красные. три пакета красных. Ну что, выкидывать нет, что-нибудь выкидывать, если можно использовать. А сами свечи, смотрите, такие хорошие. Вот. Это коричневый цвет, кстати. Можно на год коня, лошади использовать, когда будет год лошадь, можно использовать. У меня как раз коричневый, ничего нету. Вот оранжевый, тоже классно. Так, что здесь? Здесь, наверное, еще какая-то свеча. А, нет, здесь ваза. Здесь еще одна ваза, голубая, или синяя. Вот так выглядит. Тоже такая классная, хорошенькая. Взяла. Вот нашла крышку, вот так она, кстати, выглядит. Вот у этого большого чайника. Как-то не закрывается еще, надо пролокчиться. Затем взяла такие страшные, пристрашные, видите, как его, подносы, но я хочу их переделать, может быть, на тот год я их как-то переделаю. Это такой вот круглый поднос, этот цвет вообще мне не нравится, и сама вот аппликация не нравится. Может быть, это как-то можно зашлифовать, я должна посмотреть, и такой же поднос есть, только вот такой. Я думаю, их можно вот так как-то использовать. Ну, посмотрю, как я их переделаю. Не взяла, потому что они прям такие вот штабильные. Посмотрю. Если не переделаю, то просто выберем и все. Так, затем вот такая вот базочка или кувшин, или даже не знаю, как это можно назвать. Тоже хорошенькое такое. Так, затем а здесь уже вот эти вот милейшие тарелочки для моего чайничка. Это такой, правда, игрушечный сервис, но все-таки мне очень понравился. Так, это вот для сахарницы. Так, закрывается. Затем 12 штук аж это для для салфеток. Вот они. Видите, салфетки просто вставляют такие серебряные. Думаю, классные. Так, тоже всегда такие пригодятся. Затем, что здесь, у меня уже все сама забыла. вот этот кувшин такой интересный какой-то. Даже мне он как-то понравился по росписи. Был бы какой-нибудь другой цвет. Я синий тоже не очень люблю, но такой синий, думаю, тоже классный. Затем здесь вот таких 12 тарелочек для сервиза. Для чашек. И здесь еще должны ваза, тарелки. Это получается для тортика. Такой получается сервиз. Классно. Тарелки я все распаковала. а здесь еще находится вот крышка для сахарницы. Получается тоже есть. Так, затем что есть? А, к этому сервизу еще была тоже ваза, например. Вот тоже еще ваза есть. Так, что такое? Это тоже еще закрывашка для чайничка. сервиз это игрушка. Тут две тарелки и две чашки. Просто милейшие. Сейчас я вам еще раз покажу. И последнее это тоже конфетница. Тоже взяла ее. Я люблю такое. Стекло закрывается. классно. Сейчас еще проведу губом. Здесь вот это всякие кувшины разные. Смотрите, сколько, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 штук аж. Затем всякое стекло, например, конфетница, всякие мисочки. Затем вот такое для свечек. И вот вот этот сервис получается. Он состоит с 12 чашек. Потом для чашек тарелочки для десерта. Затем здесь также есть подсвечник, чайник, база, сахарница и подмолочко. его. Вообще сервис мне очень нравится. Если знаете, его просто декорировать или просто с белыми тарелками или даже можно еще какое-то золото добавить. сам, нет, да, тут тоже золото, я думаю, золото тоже подойдет, например. Так, затем вот этот вот молочайший сервис. мне так понравился. Вот этот вот чайничек я буду использовать. он как раз мне, вот этот вот на меня только большеватый, а вот этот вот как раз подойдет. Фабиан не пьет чай, поэтому этот большеватый будем использовать, когда у нас будут гости. Ну а так, посмотрите, вот этот чайничек, вот это вот под молочко. Тоже классно. И сахар. Наверное, вот эти вот чашки я не буду использовать, так что это мне на один зуб, поэтому да, что это за фирма вообще-то? Тоже хагоман. Вообще они еще есть или нет? И вот такие же тарелочки, но две штучки. Вот это просто тоже, или золото добавить, или белого чего-то, или просто стекло, я думаю, будет классно смотреться. И затем здесь у меня ваза, здесь восемь штук, они все хорошие, я их не буду никак переделывать, только, как говорю, начищу, намою, полирую, чтобы они уже опять были ухоженные, красивенькие, и буду им с удовольствием пользоваться. Но моя, наверное, самая любимая, это вот эта ваза. Теперь она так классно выглядит, и, наверное, вот эта вот, на столе будет замечательно смотреться. И вот эти вот подносы, если ничего с ними не сделают, то просто выкину, ну, для передела взяла, да. Вот столько новой у меня посуды, опять появилось, и буду думать, куда я это буду все выкладывать, складывать, расставлять, потому что у меня уже все забито, буду смотреть. Ну, а если вам мое видео понравилось, то, конечно же, пишите свои комментарии, ставьте пальчик вверх, и мы уже увидимся в новом видео, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok .